28 жителей региона воспользовались возможностью обратиться к помощнику президента Беларуси, инспектору Погомельской области Юрию Шулейко. 12 мая он провел трехчасовую прямую телефонную линию. По каждому вопросу организуется проверка и дается письменный ответ. Подводя итоги, Юрий Шулейко отметил, что в основном обращения носят бытовой характер, и подчеркнул, что власти на местах должны детально вникать в ситуации людей и давать взвешенное поручение ответственным службам. Заместитель премьер-министра Беларуси Юрий Назаров совершил рабочий визит в Добруш. Цель поездки – оценить ход подготовительных работ перед запуском новой картонной фабрики. Во встрече приняли участие руководство области, Генеральная и областная прокуратуры. Строительство нового завода в Добруше стало настоящим испытанием. Множество подводных камней было на пути организации строительных работ, решения финансовых вопросов. Но настроение куратора в большой стройке оптимистичное. Эксперты уверяют, что аудит будет завершен в конце мая. Степень готовности картоноделательной машины составляет 60%. Нынешняя эпидемиологическая ситуация вынудила австрийскую компанию Андриц приостановить технические работы. Тем не менее, ситуация находится под контролем. Юрий Назаров оценил темпы работ как приемлемые. Ожидается, что все основные объекты завода будут введены в эксплуатацию к концу года. Первая в Гомельской области гидроэлектростанция построена и введена в строй на реке Ипуть в Добруше. Инвестиционный проект реализовало предприятие ДОБГИДРОИНВЕСТ. Согласно историческим источникам, первая отечественная гидроэлектростанция была построена в Добруше в 1899 году. Она обслуживала бумажную фабрику. Современная станция находится практически на месте своей предшественницы. Сейчас она третья в Беларуси и первая в нашем регионе. В течение часа от нее можно получать 450 кВт электроэнергии, которая затем подается в общую сеть Гомельэнерго. Соответствующий договор заключен сроком на 10 лет. Белорусская нотариальная палата освободила врачей от уплаты тарифа за их услуги. Речь идет о всех сотрудниках, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Чтобы попасть на прием, медицинским работникам нужно только предварительно записаться по телефону, а затем прийти в любую нотариальную контору. Также врачи могут получить бесплатную консультацию по телефону. Акция продлится до 30 июня. Кроме того, до конца мая нотариусы будут давать бесплатные консультации всем гражданам. Марафон добрых дел в поддержку медиков продолжается в регионе. Мозырьский НПЗ подарил 100 новых защитных костюмов работникам инфекционной больницы и станции скорой помощи. Производитель спецодежды – дочернее предприятие НПЗ – Биллфут. Сотрудники Следственного комитета Гомельской области оказали поддержку областному кожно-венерологическому диспансеру. Сейчас это учреждение перепрофилировано для работы с пациентами с коронавирусом и контактными лицами. Более 2000 защитных масок и 100 литров раствора для экстренной дезинфекции приобретены за счет пожертвований и членских взносов от Союза следователей. Мозырьский НПЗ подарил санитарно-эпидемиологической службе города генератор холодного тумана. С его помощью обрабатывается спецтранспорт. Благодаря поддержке предприятий также совершенствуется научно-исследовательская база службы. Так совхоз «Комбинат Заря» помог с модернизацией лаборатории. На Гомельщине откроют еще три лаборатории для исследования проб на коронавирус. Сейчас в области их шесть. Четыре в Гомеле, одна в Мозыре и одна в Светлогорске. Они полностью загружены и проводят до полутора тысяч тестов в сутки. Новые лаборатории откроют на базе Центральной городской поликлиники Мозыря, Гомельского медуниверситета и частного медцентра в Жлобине. Большим плюсом станет и использование экспресс-тестов, которые уже поступили в Беларусь.